Уважаемые коллеги, мы сегодня с вами провожаем 2019 год. Все мы отдали много сил, умения для того, чтобы наша работа, а работа наша прежде всего связана с саморегулированием, была поднята еще на одну ступень. И нам это удалось. Удалось, несмотря на то, что условия для этой работы, они были достаточно сложными. И надо сказать, что радостно встречать новый 2020 год, когда можно сказать о наших с вами успехах. Я думаю, что основываясь на всем том пути, который мы прошли за 10 лет и сделали достаточно много, у нас есть все основания для того, чтобы хорошо, радостно встретить 2020 год. И наметить те планы, замыслы, которые мы будем реализовывать и в 2020 году, и в дальнейшем. У нас есть несколько основополагающих задач, которые мы должны решить. Наряду с этими главными задачами есть множество задач, которые нужно решить в зависимости от тех регионов, где вы работаете. Потому что специфика регионов накладывает большой отпечаток на нашу профессиональную деятельность. Я думаю, что обобщенные результаты нашей работы, они будут поняты и будут приветствоваться и нашим сообществом, проектировщиков, изыскателей, архитекторов, так и теми, кто, с кем мы постоянно работаем. Это и правительство Российской Федерации, и Государственная Дума, и Министерство строительства. То есть это все те от взаимодействия, плотного взаимодействия с которыми мы и получим положительные результаты в дальнейшем. Конечно, все эти намечаемые с вами планы и возможные на этом пути успехи, они невозможны без хорошего здоровья. Поэтому я желаю всем вам хорошего здоровья, хорошего настроения, радостно встретить и эти праздники, праздник Нового года, праздник Рождества, для того, чтобы вы получили новый заряд и радости, и бодрости на дальнейшие дни, месяцы, а может быть и годы успехов вам, вашим семьям, вашим близким людям. И думаю, что у нас действительно, как я уже говорил, есть все основания радостно встретить новый 2020 год.